Боец Пол Тигг на взвешивании предстал в огромной клоунской маске, всячески пытаясь вывести на эмоции своего оппонента бойца Фэмеза. В какой-то момент он даже толкнул его, пытаясь начать потасовку. На бой Фэмез вышел в еще одном образе с сине-зелеными волосами, но долго наслаждаться образами Тигг зрителям не получилось, потому что он был быстро отправлен в нокаут. Боец Диас вел себя на фейс-ту-фейс очень нагло, пытался отобрать пояс у Мафсара Явлоева, показывал на него пальцем, намекая, что по итогам боя он будет у него. Но по итогам пятого раунда техническим нокаутом победа досталась скромному Явлоеву, который привык доказывать все не словом, а делом. Боец Адорф, кажется, был исключительно уверен в своей победе над Винсом, поэтому позволял себе на фейс-ту-фейс тыкать сопернику кулаки прямо в лицо и кричать какие-то оскорбления. Закончилось взвешивание тем, что Адорф показушно делал удары на камеру, пока Винс тихонько посмеивался над этим в стороне. В итоге бой продлился всего минуту, после чего Винс нокаутировал Адорфа и что-то прокричал лежащему бойцу. Образцовый урок поведения от немца. После того, как Майкл Веном Пейдж взвесился, он быстро начал переодеваться в костюм персонажа Скорпиона из игры Mortal Kombat, чтобы на битве взглядов как следует запугать соперника Дугласа Лиму. Но бразилец оказался не из пугливых и уже во втором раунде отправил Пейджа тренироваться в видеоиграх дальше шикарным лоу-киком и апперкотом, который как раз-таки куда больше напоминает Скорпиона – Фаталити. Но некоторым бойцам мало выпендриваться перед боем, и они могут продолжить делать это прямо во время боя. Этот боец начал смеяться прямо на ринге, а затем даже изобразил петуха, за что тут же получил удар ногой в голову. Теперь играть в крокодила во время боя ему вряд ли захочется. Боец Боб Сап решил начать поединок гораздо раньше дня боя – во время фейс-ту-фейс. Пока Александр Емельяненко спокойно улыбался, Сап угрожал россиянину и даже пытался завязать драку. Александр отвечать не стал, дождался выхода на ринг и уже там показал, что американцу лучше было бы вообще не конфликтовать с ним. Боец Силва вел себя крайне глупо во время боя. Он показывал детские жесты, разворачивался к сопернику спиной и даже ложился на ринг на несколько секунд. Но по итогам боя он потерпел поражение, потому что подсчитывается количество ударов, а не детских выходов. Возможно, одна из самых быстрых карм в боях. Спортсмен, выходя на ринг, кривлялся, запрыгивал на перекладину и пытался смутить соперника. Но когда бой начался, он был отправлен в нокаут спустя пару секунд. Его кривляния длились дольше, чем сам бой. Этот боец больше похож на какого-нибудь рэпера с таким огромным количеством татуировок, в том числе и на лице. Да и поведение у него тоже напоминает самоуверенных рэперов. На Face to Face он пытался запугать соперника своим взглядом и толчками, но сопернику от этого было лишь веселее. Да и бой окончился для него нокаутом и спиной на матах. Но, возможно, сделает себе татуировку с надписью «Карма». И теперь немного про футбол. Нападающий сборной Голландии Ван Нистелрой не реализовал пенальти в матче против Андорры, и один из защитников соперников подбежал к Нистелрою и посмеялся над ним. Но уже примерно через 10 минут голландец забил гол уже с игры, после чего подбежал вплотную к этому защитнику и победно вскинул руки, за что тут же получил желтую карточку. Но приятный урок поведения того стоил. Пару лет назад в Лиге Чемпионов встречались Атлетико и Ювентус. Первый матч Атлетико выиграл со счетом 2-0, и тренер Атлетико Симеоне показал унизительный жест в сторону проигравшей команды. Только вот он забыл, что впереди еще был ответный матч, в котором Криштиану Роналду оформил хит-трик и выбил Атлетико из турнира. И, конечно же, третий гол португалец отметил тем же жестом, который радостно показывал Симеоне после первого матча. Не того человека решил позлить аргентинский тренер. На недавнем Кубке Америки колумбиец Еремино забил пенальти в матче с Уругваем и принялся после этого пафосно танцевать. А уже в одном из следующих матчей в серии пенальти против Аргентины сначала вратарь Мартинес морально подавил колумбийца криками «Я знаю, куда ты будешь бить, танцор!» и действительно угадал, куда он пробьет и отбил мяч. А затем капитан аргентинцев Месси прокричал Мине «Давай потанцуй, теперь потанцуй!» Действительно, танцы отдельно, футбол отдельно. И напоследок совсем свежая история. В одном из недавних матчей чемпионата Испании Луис Суарес забил гол своей бывшей команде Барселоне, после чего изобразил жест звонка по телефону прямо перед тренером соперников. Дело в том, что решение об уходе уругвайца из Барселоны принял нынешний тренер Рональд Куман, который пришел в команду летом 2020 года и был настолько в себе уверен, что сразу принял решение об уходе одной из главных звезд команды. И самое интересное, что сообщил об этом Куман Суаресу не лично, а по телефону. Спустя год Суарес перезвонил тренеру. Вот что такое настоящий холодный звонок. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все.